здравствуйте дорогие мальчики и девочки и те кто помладше и те кто постарше тоже здравствуйте это видео и для киноклуба для дошкольников и для киноклуба мир кино потому что мне кажется разговор который мы хотим сегодня затеять может быть интересен всем разговор пойдет сегодня о фильмах про близнецов но это же так интересно когда рядом с тобой живет человек как две капли воды похожий на тебя не в зеркало смотришься а просто на своего брата или сестру и кино очень часто рассказывает нам про разные обстоятельства такой жизни вот знаете довольно давно жил уже замечательный американский писатель марк твен помните он написал книжку про томасуэра и гекклбери фина а еще у него есть замечательная книга а потом пьеса который называется принц и нищий это рассказ о двух мальчиках один принц при королевском дворе а второй живет в нищете но они похожи друг на друга как две капли воды и тому который живет во дворце надоело соблюдать все эти правила тому кто живет нищете интересно когда-нибудь поесть досыта или вообще посмотреть как живут принцы и когда они познакомились они решают поменяться поменяться местами как вы понимаете близнецы бывают маленькими а когда вырастают они уже большие близнецы и вот в одном замечательном фильме который называется няньки рассказывается о том как волю судеб два уже достаточно взрослых молодых человека становятся няньками двух близнецов которые еще совсем не взрослые возникает масса интересных приключений таких вот обстоятельств которые связаны с тем что они близнецы и так похожи друг на друга и одни и другие которые постарше и которые помладше и которые постарше становятся няньками для тех кто помладше настало время сменить имидж чтобы не помнить вместо это условие 3,2,1, снимай блеск тря-дя-та-темп тря-да-темп тря-та-темп 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще мне вспоминается такой фильм, который называется двое, я и моя тень. Героини этого фильма девочки, еще достаточно невзрослые. Одна живет довольно богатая и на лето отправляются в свое поместье. А вторая скромно живет, и ее отправляют на лето, ну, как бы в пионерский лагерь. Только он там не пионерский, но это не так важно. Эти две девочки знакомятся, и вдруг выясняется, что папа их живет одиноко. Мама не стала. А руководительница лагеря очень милая и симпатичная особа. И девочки решают их свести для того, чтобы у них были и мама, и папа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты делаешь? Я... Я мою окно. Посмотри, какое грязное. Тебя Диана зовет. Пошли. Отдай ему колпак. Алиса, сделай что-нибудь. Вот и она. Мои комплименты повару. Аманда, сними эту штуку. Не стоит, может, теперь так модно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, мэм. Вы чихнули? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-вашему, это смешно? Сейчас будет еще смешнее. Вы не посмеете. А-а-а! Это война! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово! Я сама не сделала бы лучше. Я чуть инфаркт не схватила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-моему, мы отступили вовремя. Нам надо почиститься. О, Боже, посмотрите на меня. Я вся в пироге. Персиковый цвет вам идет. Оставьте, я еще не наелся. Как вы могли запустить меня маслом? Не, я начал. Претензии к вашей поварихе. Да? Но где она опять? Боже, что у вас на голове. Если хотите помыться, то душевая там. Я знаю способ получше. Извините, вы не поддержите? Что это с ним? Не знаю. Он еще никогда так себя не вел. Йо-хоу! Куда? По-моему, он спятил. У него трудная работа. А после еды купаться нельзя? Да, а я забыл. У меня колика. Я не умею плавать. Хм, а я вас спас. Вода холодная. Я туда не прыгну. Не буду я никого спасать. Ладно, парень. Надеюсь, ты этого стоишь. Когда я был сильно помоложе, появился фильм, сделанный по замечательной сказке, который называется Королевство кривых зеркал. Ведь, чтобы обрести своего близнеца, иногда можно просто посмотреть в зеркало. Там будет точно такое же, только будет наоборот. И героиня этого фильма, девочку, зовут Оля. А та девочка, которую она видит в зеркале, зовут наоборот. Я-ло. Просто буквы переставлены наоборот. И все, что реальная девочка видит в зазеркалье, так сказать, все устроено наоборот. И так получается, что Оля входит в это зазеркалье. Дальше начинается приключение. Но интересно то, что с близнецом можно познакомиться, просто посмотревшись в зеркало. Пасик, Пасик, Пасик! Куда ты мне попали? Пока еще не знаю. Музыка 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 Жил-был у бабушки серенький козли, раз-два, раз-два, жирный козёл, фи, бабушка козлика очень любила, раз-два, раз-два, с кашей сварила, фи, фи, вздумала с козлику в лес погулять и раз-два, раз-два, Съела козла! Кто? Бабушка фи! Дедушки! Что? Кто? Скажите, пожалуйста, вы не видали наших барсиков? Виноват! Кто, дедушки? Вот! Ах, он, дедушка! Вы, дедушка! Нет, это вы, дедушка! Нет, вы, дедушка! Вы, вы, вы! Хорошо, хорошо. Мы, дедушки? Да! А вот посмотрите-ка туда. А-а-а! Какие же мы, дедушки! Теперь поняли? Не совсем. Позвольте представиться, я главный церемониймейстер королейшего из королейших! А я наиглавнейший церемониймейстер королейшего из королейших! Ну, хорошо, хорошо, хорошо! Пусть вечно королевствует король и ягупоп! Пусть королевствует! Куа-куа! Ягупоп? По-пу-гай! И ничего смешного! Не забывайте, что вы находитесь в наикривейшем королевстве кривых зеркал! Это королевство кривых зеркал? Совершенно верно! А из вас песок сыпется? Бабушки! Вы ошибаетесь! Мы ученицы третьего класса 499-й школы! Ученицы третьего класса? Да! А ну-ка, Посмотрите-ка вот туда. Ну, что вы теперь скажете? С хорошенцами. А еще близнеца себе можно просто сделать. Вот есть один замечательный фильм про мальчика Сережа Сарешкина, который, ну, не очень любил учиться и вообще был, ну, что называется, разгильдяй. И вот один профессор, увидев такого Сережа Сарешкина, решает сделать робота точную его копию. Только научить робота правильно себя вести, хорошо учиться и вообще быть как бы противоположностью главного героя. Глядишь, и тот станет получше. Конечно, многие из вас поняли, я говорю о фильме «Приключения электроника». Так зовут копию главного героя. Что там происходит? Смотрите, очень интересно. Там целых три серии. Но помните, что, если вы будете немножко разгильдяйствовать, кто-нибудь возьмется и сделает вашу копию. А что будет с вами, я не знаю. Здравствуй, Сережа. Ты извини, но я не успел тут все закончить. Это ты зачем? Тебе не нравится? Ну, спасибо. Ну, понимаешь, если кто-нибудь увидит, неудобно будет. Может, у братья. А я и тут сделала. И мопед починил. Мопед? И степление сделал? Ну, ты мастер. Ну, спасибо. Это, конечно, все хорошо. Только вот... Почему двойка? Ведь решение было правильное. Ну, еще бы. Таратар даже подпрыгнул. Очень оригинальное решение. Так в чем же дело? Эти твои интегралы. Век не забудут. Теперь хоть в школу не ходи. Двойка. В конце года. Мать меня теперь съест. Как это съест? Ну, пилить будет. Знаешь что? Ну, если я виноват, пускай меня и пилит. Слушай! Ты, кажется, учиться любишь? Да. Точно. Завтра пойдешь в школу вместо меня. Двойку исправишь. Ну, ты же знаешь. Я не могу назвать себя Сыроежкиным. Ой. Ну, с тобой одни неприятности. Ну, что не придумаешь? Что не так? Это не эдак. Поехали. Ну-ка, подожди-ка. Иди сюда. Поехали. Справка. Дана электронику в том, что он заменяет ученика шестого класса Б Сергея Сыроежкина. Ну, вот. И урать ничего не надо. Ну-ка, подсади. Зачем? Оттуда весь класс видно. А-а-а! Э-э! Ой-ой-ой! А-а-ай! Фу! Ну, ты даешь! Никак не могу привыкнуть к твоим штучкам. Инструкцию запомнил? Да. Ну, тогда давай. Двигай. Вообще, фильмы про близнецов это очень интересная история. На самом деле, многие из них и не про близнецов вовсе. Это про то, что можно как бы со стороны взглянуть на себя. Не просто в зеркало, а вот как бы понять, ты вообще хорош человек или не очень. и как ты делаешь правильно все или нет. Ну, конечно, лучше иметь реального близнеца, потому что с ним можно дружить или с ней. Можно о них заботиться, любить и так далее. Но любить и заботиться можно не обязательно о близнецах. Смотрите хорошее кино. Не болейте. Меня зовут Сергей Седоенко. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok